Ну и так, мои уважаемые, про финальный эпизод. Ведь вы же хотели услышать про эту важнейшую часть вашей истории. Начнем с самого начала, чтобы вам был понятнее финал, такой вот кламбур. Многие, кто пишет истории, неправильно понимают, за что дают убежище. Некоторым кажется, что если они в истории перечислят все митинги, в которых они участвовали, или все свои действия, направленные против существующего строя, то есть, допустим, человек клеил листовки, публиковал в соцсетях какие-то оппозиционные сведения, комментарии, помогал финансово фонду ФБК, то им будет предоставлено политическое убежище. Это неправильно, за это не предоставят. Поймите, за это убежище не дают. Я всегда говорил, что для начала подумайте, что такое убежище. Вот само слово убежище. То есть, это то место, где вы можете спастись. То есть, в истории вам нужно именно в финальном эпизоде показать офицеру, что вы не просто совершали какие-то действия, а что вы за эти действия преследовались властями и что в вашей жизни или свободе угрожала опасность. Причем эта опасность была не гипотетическая, а была вполне реальной, исходящей от какого-то человека или правоохранительных органов. Что я имею в виду? Ну, к примеру, заявитель пишет про митинги, которые он посещал, а затем в финале истории пишет, я решил уехать, так как за мои действия меня могли привлечь к уголовной ответственности. То есть, это вот какая-то гипотетическая такая вещь, да? В этом случае никакого убежища он не получит, так как ему никто конкретно не угрожал. Да, могли, конечно, привлечь к ответственности, как привлекали других, но могли бы и не привлечь. И заявитель еще много лет прожил бы в своей стране, публикуя посты, не печатая листовки против существующей власти. Заявитель не может доказать опасность, которая ему угрожала, если бы он остался в своей стране. Или, допустим, рассмотрим другой финал. Заявитель участвовал неоднократно в оппозиционных митингах. Ему угрожали сотрудники правоохранительных органов за его участие, и он по этой причине решил покинуть свою страну. Я заявителю задаю вопрос. Вам угрожали за то, что вы ходили на митинги? Он соглашается. Если бы вы перестали ходить на митинги, угроза вашей свободе быть бы перестала, вам бы ничего не угрожало в вашей стране? Заявитель на этот вопрос дает утвердительный ответ, но поясняет, что он не мог бы не ходить на митинги и не выражать своего мнения. То есть, он иными словами готов был рисковать своей свободой и жизнью из-за своих убеждений. В этом случае он также не получит убежище, так как у него была возможность в своей стране избежать преследования. Но он решил, что он не может не выражать свое мнение, и умышленно подвергал себя опасности. То есть, заявителям нужно понять, что опасность должна быть неотвратимой. Заявитель только тогда получит убежище, когда объяснит в финальном эпизоде истории, что если бы он остался в своей стране, то для него бы последовала неизбежность наказания. Важный момент в финале истории. Это срок между поступившей угрозой и выездом заявителя из страны. Это довольно частая несостыковка и частый вопрос офицеров на интервью. К примеру, заявитель пишет, что угроза его жизни или свободе прозвучала со стороны правоохранительных органов в сентябре месяце, а уехал он в декабре. Естественно, у офицера возникнет вопрос, а почему, находясь в своей стране, несколько месяцев вы не испытывали страха преследования? Ведь вам угрожали. Офицеру нужно объяснить, по какой причине заявитель не боялся оставаться в своей стране столь долгий срок. Довольно часто в этом месте истории следует объяснение. Да, у меня дочке нужно было, допустим, доучиться там. Или, допустим, меня кто-то из родственников заболел. Для офицера подобные объяснения будут неприемлемы. То есть, если заявителю поступила угроза, и она была столь существенна, что он немедленно выехал из страны, то именно в том случае вам могут дать убежище. То есть, вы не могли оставаться в своей стране. Именно только в этом случае угроза будет считаться существенной. Ну и последнее. На интервью у офицера может возникнуть вопрос, почему, спасаясь от преследования, вы не переехали в другое место вашей страны? Поэтому, чтобы упредить этот вопрос, в финале истории желательно указать, почему переезд в другое место вашей страны был невозможен. Всем удачи! Если вы смотрите это видео, вас ждут Соединенные Штаты, и все у вас будет хорошо.